10 июня в 7.40 утра Екатерина стала мамой. На свет появилась ее долгожданная малышка Виктория. Но у ребенка врачи диагностировали недобор веса, поэтому маму с дочкой на время пришлось разлучить. Девочку положили в реанимацию, но сегодня они снова вместе. У меня слезы радости, слезы счастья на глазах, которые еле сдерживаю. Ну и дай бог, что все будет хорошо. Врачи, специалисты все умнички, помогают, объясняют, все показывают. Ну и мне не страшно здесь оставаться, потому что всегда будут люди, которые мне будут помогать, подсказывать. И наша малышка будет под строгим контролем. Екатерина и маленькая Виктория – первые пациенты нового отделения родильного дома номер 3. Оно направлено исключительно на наблюдение и лечение малышей с врожденными пороками развития, маловесных, недоношенных деток и принесших гемалитическую болезнь, то есть резус-конфликт. А также пациентов, получивших первичную помощь в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных роддома, которые находятся в стабильном состоянии и нуждаются в продолжении лечения. Все это – второй этап выхаживания малышей. Отделение это рассчитано на 4 пациентов, на 4 женщины, потому что мы учитываем на то, что могут быть еще беременности многоплотные. Но 4 пациентки мы можем наблюдаться. Это отделение изолированное совершенно, то есть оно отдельно от родильного дома находится. В нем есть все необходимое. То есть у женщины есть санузел в палате, то есть она здесь будет питаться самостоятельно. То есть все-все отдельно. То есть необходимые процедуры манипуляции дети будут получать непосредственно здесь. Маленькие пациенты отделения будут здесь поправляться и набираться сил до 10 дней. Самое главное, что теперь появилась возможность миновать госпитализацию мамы детей в детскую городскую больницу. Помогли в этом департамент здравоохранения и другие ведомства. Открытие этого отделения действительно было продиктовано, наверное, временем и той работой, которой мы занимаемся. У нас с 2006 года функционирует отделение детской реанимации. И мы, являясь учреждением третьего уровня, выхаживаем детей в детской реанимации, тяжелых, маловесных детей. Кроме того, с 1 января 2016 года приказом департамента здравоохранения мы занимаемся выхаживанием детей особенных, которые родились с пороками развития плода. Только за 5 месяцев 2017 года специалисты родильного дома номер 3 Владивостока приняли свыше тысячи младенцев, из которых 90 прошли лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных. За 11-летнюю практику Екатерины Владимировны в ее руки попадали детки с разными диагнозами. Но самого маленького она помнит до сих пор. Самый маленький ребенок в сроке 24-25 недель 490 грамм при рождении. Что вы делали? Сколько вы делали? Все, что могли, то и делали. Все, что возможно было на тот момент, какое было оборудование, все делали. А сейчас новыми возможностями врачи уверены. Они смогут помочь набраться сил и здоровья еще многим малышам. Маленькая Виктория уже себя чувствует хорошо. Активно набирает вес и улыбается маме. Я надеюсь, что через недельку мы уже отправимся домой. Ну, я, конечно, не знаю, как все будет, но хотелось бы, потому что папочка нас ждет дома, очень хочет взять доченьку на руки. Алина Черненко, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.